Добрый день дорогие друзья, доброе утро, вернее мы едем сегодня с Димой на рыбалку, поедем на карасика, говорят что поклевывает, у кого-то даже очень большой карасик поклевывает, проверим, правда погода сегодня не совалит, а вдруг и погода нам так сказать не помешает и будет хороший уклёв карася, так что увидимся на водоеме, все пока-пока Уважаемые друзья, представляю вам ролик про рыбалку на Зеленоградском канале, буквально недавно я тут ловил с товарищем, так что посмотрите если будет у вас время Друзья прибыли, мы одни из самых первых, места есть свободные, выбирай что хочешь, но погода конечно не самая шикарная Не самая карасёвая, да не самая карасёвая все это было, ветер у нас получается восточный, да? Восток, ну такой да, немножко с юга может быть связанный, вот, ну тем не менее куда деваться будем работать Христос восхвет Ну как у вас? Пока не так Давно все дети? Нет, нет, нет Ничего не было, да? Нет, пока не расчетет не будет А что ты играешь, да? Давно были до этого? Давление падало, не очень хорошо ловилось, прошлое воскресенье нормально было, а среди недели не очень Карася поднимали, да? Да, конечно, со дна караши Ну да, на апараши На апараши Ну такая уклеечка, да Нормально В работе Кормил я сегодня Дунаевым, особо не выбирал там карась или что-то такое, просто вот то что было в сумке Приобрел у нас в зеленоградском магазине Ну да Уклейка, конечно, хорошо Уклейка Уклейка Трудный лещ, говорим Густерка шли? Да У меня Кушарова Ну Позвичка Ну Представитель густеровых товарищей попался Даже не это, не думал что уклейка вообще тут присутствует, вон Ну я имею в виду именно вот то что щаска Ну такая же, как латвичка, да К works Вот, тесто твое Пое Вот Ну, вот так вот дорогие друзья Ты Ты еще даже плату поймал, что ли там? Да блеть, она еще прицепилась Ну все, так сказать, пожалуйста. Ты мне оснастку отдал, Майя, да? Поклевки карася были осторожными, медлительными. И становились от этого более желанными. Карасей еще не возьмешь. Толстый такой. Благодарю. Пассивный. Кругленький такой товарищ. Карась. Дунаев работает. Очень хорошая альтернатива ушедшему из нашего рынка траперов. Вот он. Ёкарный бабай. Так, ну что, поднимем мы тебя или как? Весу-то никакого. Ну вот он дорогой. Очередной карасик. Огощало, конечно, о том, что дождь постоянно шел. Ну хорошо, мы были подготовлены и надели с собой какие-то взяли с собой плащи. Ну ладно. Иди сюда. Камон. Немного о снастях, дорогие друзья, которые я использовал в этот раз. Ничего нового не открою. Но есть вот именно намек, вот именно в этом месте, когда ловишь с бетонки. Если ты любишь глухую снасть, да, то желательно здесь использовать 7-метровые все-таки удилища. Плюс их в том, что они с нормальной, так сказать, с нормальной длиной оснастки, это порядка 6-6,5 метров, тогда вам позволяет удобно разместить снасть на самой этой бетонной поверхности. Вот. Пятерка, это нужно глухую держать в руке постоянно, это не очень удобно. Шестерочка, она как раз на грани, а семерочка самая тут. То есть забросили пару удочек, все, они у вас удобно лежат. Вот. Ветер их особо там не выгибает. Оснастка хорошо располагается как раз от верха кончика до воды. При глубине около 3,5 метров. Ох ты. Пошел. Нет. Это густерища. Густерища. Это уже, так сказать, неудобно для подъема. Вот. Спасибо, Дим. Ага, спасибо. Карась, Дим. Поднять. Посадь нужен. Вот. Ну и ловил я на тесто, дорогие друзья. Тесто свое. Тесто гороховое. И тесто из манки. Буквально вот я через этот ролик я выложу, как я его приготовлю. Тесто очень рабочее. Вот. Потому что сегодняшняя рыбалка показала, кто сколько поймал карася. Я хочу сказать, что мы с Димой поймали больше всех карасей. Каня, по-моему, поди... Пойдет? Ну смотри. Хотя... Сейчас такой... И пипец. Будет смешно. Поглади в стену. Не, спасибо. Немного про карась, который клевал на канале. Карась, как вы видите, он немножко такой высоковатый. И мое... Лично мое мнение, что это карась именно непосредственно, который обитает вот в этом месте. Именно тут, где углубление, да, вот в районе этих вот, так сказать, называемых бетонных променадов, да, которые должны были здесь осуществиться. Вот карась местный, он высокий, и я уже его жарил. Это очень вкусная рыбка, показалось. Мне дают нитиной, вообще, прямо вот, прям, для жарки сам это ребят. Помощь нужна? Что, дим надо, нет? Ну да, потому что спинь в удочках будет хрустеть. На. Повторюсь, тесто у меня было сегодня мое. Как я насаживаю, вы увидите, какая у меня, так сказать, пропорция на крючок вешается. И его консистенция, она немножко такая рыхленькая. Рыхленькая для того, чтобы была вот твердая, уверенная подсечка, и чтобы она была в небо, а они, как вот бывает, тесто жесткое сделать, что не пробивает морду карася. Вот оно что. Вот так вот, да, ну, ловим. Ну, время полдесятого, так понимаю, мы закончили. Вот, плюс уборка мусора, который, так сказать, наши братья меньше оставляют за собой. Мы стараемся с собой прихватить, выдаем им какую-то маленькую часть. Вот, рыбу поймали достаточно много, вот, погодка такая серенькая была. Вот, ну, кому-то некомфортно, может быть, это окажется, но все-таки мы вовремя остановились, чтобы не промокнуть уже вообще в конец. Сейчас мусор чуть-чуть дем соберу. Буквально. А? Вот так, чуть-чуть у тебя санатизма. Вот так, чуть-чуть у тебя санатизма. Ё-корной бабай. Сейчас, где? Чуть-чуть. Ну все, друзья, мы сегодня круто половили зимой. Наловили карасей, густерой, все-таки там другой хрени. Было классно. Времени мы много не затратили, уже домой идем. Время часов 10 только вот. А так что всем пока-пока. Добро подписывайтесь. И не забудьте мусор за собой убирать. Все, пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!